Божьего благословения всем нашим дорогим союзникам, всем зрителям телеканала Муссоюз, слушателям Радио Воскресения и читателям Православной Газеты. Сердечно поздравляю всех вас, дорогие мои, с окончанием Петрова поста и с Днём Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Мы с вами, все, кто так или иначе поддерживает православное просвещение, тоже несем служение подобно апостольскому, проповедуем Христа, Бога во все концы земли. И благодаря современным системам связи у нас многократно больше возможностей для этой проповеди. Апостол Павел, как считается, в своих миссионерских поездках преодолел в общей сложности 16 тысяч километров. Это территория нескольких стран Востока и Азии. Мы же с вами вещаем на 82 страны мира. Это и наша заслуга, большие совместные труды, но и другие возможности у нас технические, конечно, тоже. И огромная ответственность. И в эти праздничные дни, апостольские дни, я особо хочу поздравить, отметить, поблагодарить те церковные структуры, которые централизованно поддерживают евангельскую проповедь всему миру. Это Брянская епархия, Клинцовская епархия, Самара – храм Иоанна Воина, Самара – приход в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», Первоуральск Свердловской области – приход святого врача Евгения Боткина, Екатеринбург – Новотихвинский монастырь, Екатеринбург – приход Рождества Христова, Екатеринбург – приход во имя святой княгини Елизаветы Федоровны, Кимры Тверской области – Преображенский собор, Екатеринбург – приход Стефана Великопермского, Екатеринбург – храм целителя Пантелеимона, Паласовка Волгоградской области – приход во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской, Нижний Тагил – приход Николая Чудотворца, Челябинск – храм в честь иконы Божьей Матери Нечаянная Радость, село Тупицыно Пышминского района Свердловской области – приход честного мученика Владимира Холодковского, село Савино Пышминского района Свердловской области – приход Пороскевы Пятницы, Чебоксары – покрово Татьянинский собор, Невьянск – Свято-Троицкое подворье, Калининград – кафедральный собор Храма Христа Спасителя, Липецкая область – Свято-Дмитриевский Троекуровский монастырь, Краснотуринск – приход Святой Блаженной Матроны Московской, Балакирево – Владимирская область – приход Рождества Пресвятой Богородицы, Санкт-Петербург – храм Георгия Победоносца в Купчино, Краснодарский край – станица Каневская – Покровский храм, Свердловская область – Кировград подворье Амвросия Оптинского, Екатеринбург – Успенский собор, Ижевск – приход Святых Царственных Мучеников, Тавда – Свердловской области, Никольский храм. Возможно, я не всех перечислил, но вот кого удалось отобразить, постарался назвать. Всех прихожан этих храмов сугубо поздравляем с праздником Петра и Павла и благодарим за ваше участие в просветительском служении. Пусть помощь Божия, неоскудевающая помощь Божия по молитвам святых апостолов, дело которых вы продолжаете, сопутствует вам во всех путях жизни вашей и сугубо в приходской жизни и деятельности. Чтобы ваши общины и приумножались, и крепли, и развивались, и несли свет божественного учения, каждая на своем месте. Ну и, конечно, такие же благопожелания всем нашим соработникам, всем, кто нас поддерживает. Что касается финансов, то лето. И мне просто больно о них говорить. И еще больнее говорить о том, что даже часть наших сотрудников не получила до сих пор июньскую зарплату, весьма скромную по нынешним временам. И хочет кушать. Московские и петербургские наши корпункты сидят голодом, денег нет. Выручайте. Общая сумма сегодняшней задолженности канала по всем платежам составляет более 35 миллионов рублей. Как можно перечислить средства на поддержку Союза, рассказывается в бегущей строке. Есть все реквизиты на сайте канала, в православной газете. Пожалуйста, дотянитесь до телефона или компьютера. Дойдите в отделение связи или Сбербанка и внесите свою лепту в продолжении Божьего дела. Помните, ваша копеечка, даже копеечка, отправленная на Союз, просвещает мир. И жертвуя эту копеечку, вы участвуете в деле спасительной миссии, в деле поддержки христианского просвещения. Милость Божия и благословение Бога живаго и истинного да пребывают всегда со всеми вами.